Бисмилля. Альхамду лилла. Ассалату ассаламу аля Расулу лилла. Саламу алейкум. Арахмату Аллаху и Баракату. Дорогие братья и сестры, мы с вами говорили об исламском проекте, о переходе от хороших, нормальных показателей к показателям великим, выдающимся. То есть это переход, по-исламски звучит, переход Аль-Хусна к настоящему Аль-Ихсану. Сегодня будем говорить о руководителе, который является залогом данного перехода. Кто же это такой? Первое, кого мы вспоминаем, или первое, кого мы вспоминаем, это пророк Мухаммад, салаллаху алейкум. И близкие к нему сподвижники, которых он воспитал для этого дела. Но мы должны не забывать и о наших аббасидах, амиядах, османах. Ведь это, ведь без сомнения, там есть золотые самородки, которые должны нами быть изучены, нашей молодежью, иншаллаху алейкум. Давайте вспомним пару примеров. Например, из жизни Абу Бакра, ради Аллаху ану, как он проявлял себя как руководитель. Можем ли мы сказать, что Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, осуществил переход от посредственных показателей к показателям великим, к Аль-Ихсану? Конечно. Но мы не называем Абу Бакра руководителем, потому что этот сподвижник выше данного термина. Как вы представляете Абу Бакра? Это человек спокойный, сдержанный, богобоязненный, воспитанный. Как вы представляете, Аумар Абн-Хаттаба, это сильный мужчина, бесстрашный. Так вот, пару примеров. Первый пример, пророк, саллаллаху алейкум, умер. Абу Бакр, руководитель. Аумар растерялся. Абу Бакр взял ситуацию в свои руки, оборотился к народу и поставил точку. Вторая ситуация. Арабские времена говорят, мы платили закат Мухаммаду, саллаллаху алейкум, сегодня больше мы его платить не будем. Аумар заколебался. Абу Бакр, как руководитель, взял всю ответственность на себя и дал хладнокровно, с мудростью, с богобоязненностью, умми аль-Ихсан. До сегодняшнего дня мы не поднимаем этот вопрос. Мусульмане платят закат не Мухаммаду, саллаллаху алейкум, а умми, нуждающимся, мошалом. А если взять самого Аумара вне Хаттаба, то Аумар, мужчина, плакал как ребенок, понимая ответственность за каждую песчинку, которая была на его территории. За каждого человека он думал, которого он знал или не знал. Аумар, про которого говорили, что пока он был жив, двери фитны были закрыты. Теперь давайте посмотрим на Запад. Как там представляют руководителя, который осуществляет данный переход, переход к Ихсану? Ихсан, который меняет мир вокруг себя. Проект, исламский проект, который меняет мир вокруг себя. Так вот там на Западе проанализировали огромное количество компаний и не просто большой бизнес, а элиту элит. То есть те компании, которые выделялись на фоне лучших компаний. Вы удивитесь, как вы представляете себе данного руководителя, западного человека, как вы представляете? Это, наверное, брендовый костюм, это уверенная походка, высокомерный взгляд. Я удивился. Они удивились, и вы удивитесь. Они говорят, все они как из одного теста. После анализа, они пишут в своих книгах, так и пишут, они все скромны. Но когда дело касается дел компании, ее судьбы, они исключительно решительны. Давайте приведем пример. Моклер, руководитель одной крупной компании, без смеля. Зачитываю. Моклер, глава компании Gillette. Компания выдержала три атаки и добилась выдающихся результатов. Компания Revlon дважды пыталась ее поглотить. То есть были проблемы, большие проблемы у компании. Моклер не капитулировал и выбрал борьбу для успеха компании. Хотя сам мог хорошо заработать. То есть он мог принести в жертву компанию, сам поднять свое имя и очень хорошо заработать. Но. Далее. Некоторые воспринимали сдержанность, скромность Моклера как слабость. Но они же в итоге потерпели поражение. Далее. В 1991 году на обложке журнала Forbes Моклер стоял на вершине горы и как победитель размахивал над головой гигантской бритвой. А побежденные были внизу. Хотя человек был скромный. Моклер был шокирован. Ведь он даже не соглашался просто фотографироваться в данном журнале или в других журналах. Через несколько минут, возвращаясь в кабинет, его сразил обширный инфаркт. Он умер. От стыда. Как его 16-летняя деятельность будет представлена обществу. Так вот в этой истории для нас урок. И благая весть о братья и сестры. В чем? Да в том, что я уверен, там на Западе тысячи руководителей компании упирались головой в потолок. По причине собственного я. То есть они не могли сделать свою компанию элитной. По причине того, что они продвигали не интересы компании, они продвигали собственное я. То есть ледокол, их компания, прорубающая лед, в его начале стоял логотип с изображением данного руководителя. То есть они все делали для себя. Когда журналисты спрашивали, в чем успех вашей компании, они говорили, я сделал то, я сделал то, я сделал следующее. А те же руководители, скромные, которые являются элитой элит, то есть они вывели компанию туда, они были скромны. Когда спрашивали у них, в чем успех вашей компании, они говорили, моей команде. У мусульман нет этой проблемы. И это наше превосходство. Наша религия запрещает нам делать идола. И наши руководители исламских проектов относятся к этой работе как к поклонению, чувствуя ответственность перед Всевышним, перед Уммой за этот проект. Поэтому у нас нет этой проблемы. Да мы даже с маленькой показухой сырья боремся каждый день по завещаниям пророка, саллаллаху алейхи ва салям. Итак, подведем итог. Бисмилля. Сегодня мы говорили о руководителе, который способен вывести исламский проект от показателей посредственных к выдающимся показателям, к аль-Ихсану. Для того, чтобы максимально было предметно и понятно, давайте пробежимся по этим уровням. Данного руководителя на Западе называют руководителем пятого уровня. Пробежимся по пяти уровням, приводя в пример ваши проекты. Допустим, братья, у них исламский центр, сестры, у них телеграм-канал, две-три сестры разъясняют людям, что такое ислам. Так вот, реаль такова, что в наших штатах, то есть в штате наших компаний, исламских проектов зачастую присутствуют люди. Они, может быть, и золотые, но они не профильные. И если вдруг к нам приходит первый уровень, который называется высокопрофессиональный сотрудник, мы радуемся или нет? Как думаете? Конечно. Будь это студент лучшего исламского вуза, будь это маркетолог, будь это дизайнер, мы, конечно, радуемся. Но есть второй уровень. Это ценный член команды. Если первый проработал год, два, три и не стал лояльным команде, проекту, то второй человек, мы без него уже не можем представить. Ни одного совещания, ни одного мозгового штурма. Это ценный член команды. Но есть третий уровень. Компетентный менеджер. Сколько раз мы пытались делегировать отдел, продукт, проект, операционное управление на какого-то человека, и все рушилось. И мы понимали, что нам нужен человек с управленческими компетенциями. Так вот, данный сотрудник, он и высокопрофессиональный сотрудник, он ценный член команды, он до последней клетки своей плоти наш. Он лояльный. Да плюс еще он и менеджер. Но есть четвертый уровень. Это эффективный руководитель. Если третий может быть процессником, то есть ты приходишь в исламский центр, и там все кипит. Ты говоришь, маша Аллах, сколько сотрудников, сколько они задач решают, какие они все радостные, богобоязненные, замотивированные. Но если вопрос заходит о результатах, которые меняют мир вокруг проекта, здесь мы находим молчание. То есть данный компетентный менеджер может быть чисто управлять процессами. Они могут быть широкими, но не результативными. Так вот, четвертый уровень – это эффективный руководитель. Это человек, который видит цели, стратегии, берет команду, берет проект и ведет их от одной цели к следующей. Но есть пятый уровень. Его так и называют руководитель пятого уровня. Это руководитель, который дает проекту исключительные результаты, а не долгосрочные. Он дает ихсан проекту, и этот проект меняет мир вокруг себя. Как? Что это за человек? Как у него это получается? Это парадоксальное сочетание личных качеств, которые начинаются с единобожия. Человек не делает идола из самого себя, из своего имени. Он понимает, что этот проект Амана, доверенное ему Аллахом. Парадоксальное сочетание личных качеств и профессиональной воли. Да, этот человек может быть скромным, как мусульманин. Но когда дело касается вопросов компании, ее судьбы, он исключительно решительный. Он проявляет свою силу, понимая, что это не просто его личный проект. Понимая, что это то дело, которое дал ему Всевышний Аллах как Аману, как доверенное. Братья и сестры, я прошу Аллаха, чтобы такие руководители исламских проектов были у нас сегодня. А если у нас их нет сегодня, то давайте их воспитывать, чтобы они у нас были завтра. Ас-саляму алейкум арахматуллах. Ас-саляму алейкум арахматуллах.